Псалом 90-й. Псалом царя Давида. Не все ведь псалмы царя Давида, правда? Там есть один псалом, одна песня Моисея, есть псалмы Асафа, есть псалмы сынов Кореевых, вот, есть там, значит, разные, но Давид там больше половины составлял. Это псалом Давида. Живые в помощи вышнего, в крови Бога небесного во дворице. Речет Господи, Везаступник Моисий, прибежище Мое, Бог Мой, и уповаю на Него. То избавит тебя от сети ловчь, от словесей мятежной. Плечма своими осенит тебя под крыле Его надеющейся. Оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишися от страха ночнама, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от сряща и беса полуденного. Срящ – это встреча, это опасная встреча, как сретение. Это встреча, так и срящ – это некое нападение, нежданное нападение врага. Вот давайте прочтем еще, что обещает Бог нам тем, если мы будем под покровом Всевышнего жить. «Избавит тебя от сети ловчь, от словесей мятежной». То есть ловят сетью человека, как зайца, и словесами оплетают его. Клеветой и всякими хитростями, наушничеством – это все словеса мятежная. «Плечма своими осенит тебя, и подкрыли его надеявшись, оружием обыдет тебя истина Его». Обещается, что человек не убоится от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от внезапной опасной встречи, от срящей беса полуденного. «Полуденный бес» – на секунду остановлюсь на этих словах. Это бес, который, как подвижники, которые знали псалтирь наизусть, они говорили нам, что особенности нападает на человека тяжесть в полудне, в полдень. В это время человек оттомит, как бы, и беспокойство сердечное, и страх, и усталость. А это были люди, которые часто ночью не спали, их морило в полдневный час. «Кроме того, в полдень, солнце в зените, как вы знаете, тени исчезают в полдень. Человек не отбрасывает тень в полдень». Очень интересная такая вещь. «А по наличию тени узнается, бесты или человек». Есть такая очень важная, такая интересная тема. «Человек без тени». Есть такой фильм даже такой, и роман такой есть, и пьеса такая есть. «Человек, не отбрасывающий тень». Когда Данте описывал свое якобы путешествие в загробном мире, там, ад, чистилище, рай, то в чистилище вокруг него сгрудились души, и удивлялись, что от него падает тень. Он человек, он живой, он в тени. А вот в полдень человек не отбрасывает тень. И непонятно кто ты. Вот когда человек приходит к тебе, например, вот представьте себе подвижник, сидит у себя в пустыне, ни одной души кругом на 100 километров. И он там молится, что-то там поет, читает, как-то живет на самом свете, откуда-то воду берет, что-то там ест маленькое. И вот он, и вдруг у него кто-то появляется. И он смотрит не даже не так в глаза ему, сколько он смотрит под ноги ему, от него тень падает или нет. Он вообще кто? Это живой человек или какой-то бесполуденный? Так вот в полдень непонятно кто ты. Потому что от человека тоже в полдень тень не падает. И в полудни, как говорят, как раз особенно борет человека. Там кого-то обжорство, там кого-то уныние, кого-то там сон, кого-то... Ну по себе заметьте, может быть, может быть вы даже сами скажете, точно-точно, мне вот в полдень как раз тяжело, тяжелее всего. Значит вот от вещи во тьме приходящие, от срящего, то есть от нападения внезапного, и от беса полуденного. Подет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Страна это левая сторона, а тьма одесную это десять тысяч справа. Значит подет слева от тебя тысяча врагов, так говорит Псалом, если перевести. Подет от страны твоя тысяча, с левой стороны от тебя упадет тысяча врагов. А тьма, то есть десять тысяч, одесную тебе, к тебе не приближится. Значит, с левой стороны тысячи опасностей, с правой стороны десять тысяч опасностей. То есть в десять раз больше, на порядок больше. Имеется в виду, что с левой стороны, ну скажем так, грехи мытаря, а с правой стороны грехи фарисея. То есть правая сторона это все, что якобы хорошо, но потом нехорошо. Еще даже хуже, чем все остальное. А с левой стороны тоже понятно, что грехи. Ну понятно. Там объедохся, опихся, без ума смеяхся. как бы это грехи слева, а вот уже там, что там возомнил, там, налукавил, там, напридумывал, нахитрил, там, значит, нашептал, как бы это уже там о себе возмечтал, это уже справа. И там справа этих, больше этих врагов на порядок. Псалом обещает, что если человек живет под покровом Всевышнего, то подет с левой стороны от него тысяча, и десять тысяч справа к нему не приближится. Абача, а чима твоима смотришь, и в воздаянии грешников узришь. Страшные слова, которые, видите, исполняются в истории с многими, хотя люди этого не хотят, никто этого не захочет себе, однако оно исполняется. То есть посмотришь глазами своими, и в воздаянии грешников увидишь. Вот что бывает с грешником, собственными глазами увидишь. Это очень злободневное слово, и к сегодняшнему дню весьма относящиеся. Яку ты, Господи, упование мое, надежда моя, вышнега положил, если прибежище твое. Есть такой толкователь священного писания, Ефимий Зигабин, он говорит, греческий отец, он говорит, что эти слова, вышнега положил, если прибежище твое, нужно читать со знаком вопроса, с вопросительной интонацией. То есть, яку ты, Господи, упование мое, а дальше, вышнега положил, если прибежище твое. То есть ты положил себе прибежище всевышнего. То есть ты к нему прибегаешь, а не к нему прибегаешь. То есть к кому ты прибегаешь, когда тебе вот нужна помощь и защита. Эти слова, повторяю, согласно толкованию одного из отцов, нужно читать со знаком вопроса. Иногда они и пишутся со знаком вопроса. В славянском тексте знак вопроса изображается точкой с запятой, чтобы вы знали. Знаки припинания в славянском тексте, в церковном языке, не такие, как в обычном тексте, по крайней мере, вот в части этой. У нас нет в славянском знака вопроса вот такого. Там знак вопроса заменяется точкой с запятой. Значит, надо читать этот вопрос с интонацией, с подниманием интонации. Вышнега положил, если прибежище твое? Потому что весь дальнейший текст говорит о том, что будет тебе, если Вышний – это прибежище твое. Кстати говоря, прибежище или убежище – это были такие даже специальные города в Израиле, были города-убежище. Если человек внезапно совершит что-нибудь достойное смерти, например, ну, не желая того, например, там, кинул что-нибудь, не знаю, и попал кому-то в голову, там, и убил, ну, не знаю, что это сделал такое, что он виновен смерти, то его бы могли казнить, и чтобы его не казнили, он бежал в некие города специальные, где были такие города-убежища, где невольный убийца спасался от этого. В крайнем случае люди прибегали в храм, хватались за края жертвенника, за престол Божий, и от престола нельзя было брать его. Даже самого тяжело согрешившего в алтаре нельзя было хватать и казнить. Это прибежище такое. Прибежище – это как бы последнее пристанище тебе, если ты находишься в состоянии угрозы. Так вот вопрос Вышнего – положил есть ли прибежище твое? Если положил, то дальше вот этот текст понимается именно как ответ на то, что ты положил на Вышнего свою надежду. Что же Бог обещает человеку? Не приидет к тебе зло, рано не приближится к телеси твоему. В русском переводе, там, очевидно, с еврейского, там, к дому твоему. В славянском – к телу твоему. Но это, в общем-то, близкие смыслы, потому что тело тоже дом, тело тоже храме. Не приидет тебе зло и рано не приближится к телеси твоему. Ангелам своим заповеста тебе. Сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возму тебя, да никогда приткнешься о камень ногу твою. А камень ногу приткнуть, если помните по Евангелию, это споткнуться о Господа Иисусе. Соблазниться о Христе. Потерять веру во Христа. Или подумать о Христе что-нибудь неправое. Христос говорит, что вот я камень, говорит Господь. Если кто-нибудь на меня упадет, разобьется. А если я упаду на кого-нибудь, раздавлю. Это Иисус сам про себя говорит. Вообще везде, где в Писании есть камень, там Иисус. Где камень, там Иисус. Вот когда Моисей бил жезлом по камню, люди пить хотели. И в пустыне камень треснул, потекла вода, и напились и люди, и скоты, и много-много живых душ напилось воды. Это тут камень треснувший, это образ ребер Иисусовых. Это все святые нам об этом говорят. Даже в Талмуде, говорят, написано, что когда камень треснул, потекла кровь и вода. Не просто вода, еще вода с кровью. Но я сам не читал, но я только ссылаюсь на одного румынского преподобного, который читал Талмуд. И говорит, что там написано, что из треснувшего камня в пустыне текла не только вода, но и кровь и вода. Если это так написано в Талмуде, то это еще большее доказательство того, что треснувший камень – это ребра Господня. Из которого потекла кровь и вода, и мы напились. Водой помылись, кровью напили, чтобы нам быть святыми. Камень краеугольный, всего неположенный и так далее, и так далее. То есть камень соблазна, камень притыкания. Это все Иисус. Иисус, и вот здесь, когда говорится, что ангелам своим заповестно тебе, сохраните тебя во всех путев твоих, на руках возму тебя, да никогда приткнешься о камень ногу твою. Это не только просто споткнешься, что ты не споткнешься, но это ты не споткнешься об Иисусе. Ты в Иисусе не соблазнишься. Ведь время движется куда? Вперед. А впереди наслаждает что? А вот что, кроме всего прочего. Господь Иисус Христос говорит, когда приду, найду ли веру? Это не значит, что люди будут абсолютно все атеисты, но они будут верить там в Шиву, Брахму, там еще там в Кришну, там, значит, и кого хочешь. И Иисуса туда поставят вместе с ним в один ряд. Будут верить как хочешь. А вот настоящую веру будет, настоящая вера не будет, это большой вопрос. Поэтому мир там, собственно, идет в сторону уменьшения веры, и люди будут соблазняться, поэтому Господь говорит, блажен, кто не соблазнится о мне. Есть же такие слова в Евангелии? Люди могут там подумать, там, Господь, не Господь, спасет, не спасет, и так далее, и тогда начнут как бы колебаться умом. А если поколебался умом человек, то пропал человек. Потому что, как бы сказать, это везде, в Евангелии у Павла это говорится, а кто поколеблется, к тому не благоволит душа моя. То есть положил руку на плуг и пошел вперед, если назад озираешься, а вот там было лучше вроде, а вот, ай, вернуться бы в прежние времена, а вот классные времена. Вот к этому человеку не благоволит, Господь. Положил руку на плуг, не оборачивайся, вперед пошел. В Иисусе не соблазняйся, не сомневайся в нем, что сам Господь говорит, что соблазняться о мне. Одни упадут, другие поднимутся, и он предмет пререкания, Господь. Люди, мало ли еще про Господа Иисуса люди говорят. Вы гляньте, например, на ту же Западную Европу, на какие-нибудь, допустим, какой-нибудь город, ну типа там, скажем, Керин, или Аахин, или Трир. Например, там, или там, Венеция, или там что-нибудь еще. Это были города, в которых колокола не замолкали, в которых сотни тысяч паломников каждый год приходили, миллионы. В которых строили такие храмы, которые в пять раз выше нашего Василия. Которые люди только жили, жили верой, 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 верой. Где это сейчас все? Вообще ничего не осталось. Только храмы остались, кирпичи остались, а люди, люди уже, люди, как у нас один философ говорил, Чадаев. Значит, Петр Чадаев, он говорил, что будет такое время, когда европеец подойдет к Большому Собору, ну такому, типа вот, Кёльмскому Собору, самому Большому Собору в Европе. Или там какой-нибудь Собору Натердаму. И скажет, а зачем мы его построили? А что здесь делать? А кому он нужен? А есть некоторые соборы, которые строили 700 лет. То есть поколения приходили, уходили, люди строили, где тот же собор. А потом будет такое время, что он скажет, а зачем это нужно? А кому это все? Это для чего? А что здесь делать? Так много резьбы, так много кирпича, так много всего. А кому это? Вот это время уже наступило. То есть люди споткнулись об Иисуса. Им не нужен Иисус, как Спаситель, как Исцелитель, как Искупитель. Не нужен. Поэтому это опасность для каждого человека. Вот сегодня ты веришь, а что будет завтра? А кто его знает, что будет завтра? Поэтому очень важно, чтобы человек об камень не споткнулся. Чтобы он об Иисуса не приткнулся. Чтобы он не пошел искать помощь у других богов. Или не превратился в такого-то атеиста или какой-нибудь маловера, невера и так далее. Поэтому эти слова, я думаю, можно и так понимать. Ангелам своим заповестно тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возму тебя, да никогда приткнешься о камень ногу твою. Вспомните себе еще так же, что в искушении в пустыне Сатана искушал Иисуса этими словами. Что он сначала предложил ему превратить камни в хлеб, потом предложил ему все царства мира. Там есть две редакции искушений у Матфея, одна и одна у Луки. И вот там второе и третье, они местами меняются в разных евангелистах. Но третье искушение у Луки, это значит, бросься вниз, говорит тому, значит, искуситель, чтобы ангелы подхватили тебя, и ты не ударил ногу о камень. То есть это такое, это место Писания, искуситель использовал против Иисуса в пустыне, чтобы его соблазнить. Иисус Христос тогда отвечал ему, да не искушай Господа Бога твоего, да, сказал ему. Что тоже очень важные слова, собственно, этим побеждается всякое, там, возможно, надмене, там, или желание совершить чудо и прочее, прочее. То есть очень важные слова. «Ангелам своим заповедует о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возму тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою. На Аспи да и Василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко намя упова и избавлю, и, то есть его, покрыю его, яко позна имя мое, воззавет ко мне и услышу его. С ним есим в скорби, и зму его, и прославлю его. «Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое». Есть проповедники церковные древние, которые считали, что эти слова прямо относятся к Симеону Богоприимцу. «Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое». Помните Симеона старца, который был старый-старый, и сказано было ему, что он не уйдет, пока не увидит спасение Господь. И он же, когда взял маленького на руки Иисуса, он сказал, что «видели, отче мои, спасение твое». То есть на нем сбылось «долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое». «Вот, видели мои очи, спасение твое». «Ныне отпущаешь, и работаю, и владыка». То есть это такой интегральный псалом, который, видите, проявляется и в жизни спасителя в пустыне, и в жизни старца Симеона. Я думаю, это действительно прямо к нему относится, не только к нему, но к нему больше всего. И этот псалом читать должен человек, ну, в тех случаях, когда он нуждается в защите и помощи. Живущий под кровом Всевышнего, что ты еще скажешь? Помилуй меня Божие, это псалом, когда человек кается в грехах своих, всю жизнь нужно его читать. Даже уже, когда душа пошла в рай, и ангелы справа, ангелы слева, это даже тогда нужно, помилуй меня Божие, наверное, будет читать. Как одного святого, там, Сесоя, что ли, да, там, весы, там, кричали ему в спину, «Победил Сесой, победил Сесой!» И он еще в рай еще не вошел, но где-то там на воздухе обернулся, говорит, пока нет. И только когда зашел в самый рай, уже туда, уже тогда все, двери закрылись, уже победил Сесой. А победить еще даже на воздухе они имели сомнение, что все победили. Поэтому, помилуй меня Божие, понятно, это только грешнику, это просто как стакан воды. Живые в помощь, это в различных разных треволнениях, тревогах, печалях, страхах и всего остального. Нужно знать его. Потом, если захочешь похвалить, там, благословить Господа, то там есть, например, Псалом 33, то, что мы поем, читаем на вечерней, на литургии. Благословлю Господа на всякое время. Выну, хвала и губу с тех моих. Тоже нужно знать его. Вот, например, я не боюсь ничего сейчас, мне ничего не угрожает. И вроде бы я покаялся, и душа моя спокойна. Я чувствую, что простил меня Бог. Но я хочу молиться. Зачем мне говорят? Да-да-да, благословлю Господа на всякое время. Выну, хвала и губу с тех моих. Потом опять согрешил. И опять, помилуй меня, Боже, повелится милость Твоей. А потом, там, значит, не угрожает какая-нибудь неприятность. Или я посмотрел какие-то новости, а там беда идет на всех. Живые в помощи Вышнего, кровью Бога Небесного, говорится. В принципе, все Псалмы нужно знать, потому что они все есть сила Божия. Давайте еще раз прочтем его полностью. С тем, чтобы выучили его наизусть. Да, и 33-й, и 50-й, вот, и Шестопсалмия наизусть можно выучить. Когда вы устанете читать молитвы утренние, одни и те же, одни и те же, то можете прочесть Шестопсалмия, например, вместо утренних молитв. Наверняка у него у всех есть. Вообще, утренние молитвы, я читал, когда греческий служебник мне попался, молитва слов греческих для мирян. И там утренние молитвы, не поверите, Шестопсалмия, песнь Богородицы, величие душевное Господа, и словословие Великое Слава Вышнего Богу. То есть сокращенное утреннее. Это молитвы, так сказать, утренние. А вечернее сокращенное по вечерне. Прочтем еще раз, живые в помощи Вышнего, в общий наш слух, и чтобы оно у нас где-то там было в голове, и чтобы мы читали это, и чтобы Бог делал то, что Он сказал. Потому что Он сказал, что Он сделает. Раз, что Он сказал, значит, Он сделает. Он не человек, чтобы ему говорить и не делать. Он сказал, значит, Он сделает. Вот, что Он там сказал? Вот, слава тебе, Господи. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворица. Речет Господи, заступник мой Иси, прибежище мое, Бог мой, уповаю на него. Якуто избавить тебя от сети ловча, от словесе мятежно, плечма своими осенит тебя и под крылея его надеяшися, оружием обыдет тебя истина его, не убоишися от страха ночнага, от стрелы летящие в огни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Подет от страны твоя тысяча и тьма, одесно и тебе к тебе же не приближится, а бача очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яку ты, Господи, упование мое, Вышнего положил, если прибежище твое, не приидет тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яку ангелам своим заповеста тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возну тебя, да никогда плеткнешься о камень ногу твою, на аспе да василиско наступишь, и поперешь льва и змия, яку намя упова и избавлю и, покрыю и, яка позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть он в скорби, и зму его, и прославлю его, долготою дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Ну а дальше, братья и сестры, мы должны будем, не знаю, на что мне направлять свое внимание, и силу, и волю, и время наше общее. Может быть, нам надо разбирать эти псалом за псалмом, как бы и другие тоже, что ли, не знаю. Ну, выборочно, что ли, выборочно. Потому что, например, есть такой псалом 26, как-то старец какой-то оптинский спросил у одного там образованного, какого-то прихожанина своего, ты псалмы читаешь? А он говорит, ну, читаю, помилуй меня Божем. Он говорит, ну, это мало, а еще, говорит, ну, еще вот, живой в помощи Вышнего. Он говорит, а 26-й псалом знаешь? Он говорит, нет. А вы слышали его это, про Кимин Водосвятие? Господь просвещение мое, и Спаситель мой, кого убоюсь? Господь защитник жизни моей, от кого устрашусь? И так далее. А он говорит, читай 26-й псалом. Даже если у тебя бомба возле тебя разорвется, у тебя, говорит, даже волос не опалится. Говорит, сильнейшие слова, великий псалом, читай вот еще 90-й и 26-й. И там таких псалмов, там просто, ну, бездна, бездна. Читай, изучай, разбирай, запоминай, как бы, это же просто сокровище. Вот. Мы должны, в принципе, уже, там, пол головы седой, там, борода седая, уже нужно все-то наизусть знать. По идее. А все-таки мы еще первоклассники. Значит, все еще пока в первом классе мы так занимаемся. Так что, может быть, в будущем мы тоже будем как-то разбирать эти псалмы, потому что от них можно уже все остальное узнать. И старый завет, и новый завет, это же центральная книга Библии. Новый завет, это вообще высота, как бы, старый завет, это целая глыба огромная, ее сразу не прочтешь. А псалтирь прям в серединке, от нее все понятно. Так что, вот, сегодня учим наизусть 90-е. Псалом, канун закончился. Христос да хранит вас и да будет на вас исполнено все то, о чем мы читаем в этих святых, божественных книгах. Все хорошее пусть будет с нами, а все угрозы пусть мимо проходят. Аминь и Богуслава. Субтитры сделал DimaTorzok